Всем привет! Начинаю свой влог с вкуснейшей, с холодной, с аппетитной на квасе окрошечки. Прямо вах! Вкуснятина! Так, девочки, у нас у Монетки продаются вот такие булочки. Меня подсадил на булочки Петрович. Я вообще сладкое не люблю, он любит. И если уж ем, то булочку ем со сливочным маслом. Но в этом рулетике такой вкусный крем, что никакой сливочной маслицы не нужно. Обалденно вкусные булочки. В магазине Монетка, думаю, наверное, в любом городе, но опять зависит от хлебокомбината. Ну, это 100%. Ну, булочки просто фантастика. Даже без всякого сливочного масла залетают только так. Дальше чем будем заниматься? Дальше у меня тут горшок стоит, не посадила. Некогда еще. Костян бегал в магазин, я попросила, что-то ткнулось. У помидорчиков нет. Он мне купил на салатик буквально вечером сделать. Ну, и как всегда, чипсы мясные. Я смотрю, тут такое мясо, чипсы, такие вяленые чипсы. Потом, по-моему, третий еще там у него. Сейчас посмотрим. Да, третий опять чипсы мясные. Я говорю, Костян, в следующем пакете должно быть пиво. Ну, он поражал, конечно. Пиво, конечно, он не купил. Да как, я даже не представляю, он придет с пивом. Домой, я считаю, он еще молодой. Вот, колу пусть пьет. Так, ну и кошачий корм. Я все время покупаю. Изабельки разные. Вот следующий день, суббота, я пошла на работу. Время полдесятого утра. Я зашла купить себе на работу водичку и увидела бананы по акции 139 рублей килограмм. Ну, короче, я взяла там почти 6 килограмм. Помидоры и лимоны. И сто лет не была вот в этом магните. Он у нас недавно после ремонта открылся. Знаете, мне он так понравился. Я еще-то даже и не знала, что продаются сырники на развес такие красивые. Там вареники были с вишней. На обратном пути, думаю, с работы пойду домой. Обязательно всего куплю. И того, и того. И пиццу еще пообещала Костяну. Вот эти пиццы нам нравятся. Разогрел, съел и чай попил. И, как говорится, до свидания. В общем, после ремонта очень хорошенький, очень чистенький магазин. Вот я пришла на работу. Показываю кучу бананов. 6 килограмм, по-моему. Около 6. Бананы по 139, как я говорила. Вот эти вот крабовые палочки. Внутри с сыром. Очень вкусные. Это ко мне Костян забежал. Он ехал с колледжа, вот тут в соседнем, на соседнем крылечке у нас кофейня. Вон этот, коктейль, коктейль. Было очень тепло. Ну, как тепло? Я в плаще, а он вот выпендрился уже раздетый. Ну, ему некогда было со мной трепаться. Ему на работу к 3 часам нужно было. Поэтому он, так сказать, ушел. Ну, а я во время работы, естественно, естественно, должна сходить в пекарню. Она тоже у нас рядышком, через дорогу. Вот черт меня в эту пекарню занес. Набрала пирогов. Потом думаю, ай. Ладно, думаю, сегодня суббота, воскресенье. Еще, как говорится, пожрем. Ну, а с понедельника уже начнем худеть. Я надеюсь. Как-то так. С работы шла, зашла в каре. Зашла в каре. Не поверите. После такого перетряса я все равно купила себе кожаный кроссов. Зашла в каре. Рядом с каре у нас пятерка. Это я уже не могу. У меня уже болезнь. Я должна Анфисе, ой, Изабелечке своей, все время покупать корм. Вот новый корм показываю. Первый раз видела. На пробу взяла. А так вот она любит у нас, Изабелька, там с томатами, с морковкой, всякие вот такие вот. Пекинскую капусту купила, очень свежая. Думаю, ой, салатик надо срочно сделать. Короче, вообще мне в магазин не надо было. Но черт меня туда занес. Вот эти вкусняшки Изабельке, 4 пачки взяла больших. Петрович купил пирожное. Вот он меня прям подсадил на сладкое. Это значит безе. Между ними очень вкусный, прям очень вкусный жирный крем. И снова безе получается. Пироженок было 6 штук. Это мы уже с ним 3 сожрались. Опять следующий день, воскресенье. Я пошла просто пошарахаться. Тоже был теплый денечек. Нарядилась, напинтерилась. Одела такой красивый ободочек. Я про него забыла. Я его не так давно выписывала на вам. Смотрите, какой красивый. Ну, люди оборачивались. Петрович говорит, ты куда с таким бантом на голове? Я говорю, гулять, гулять. Был теплый денечек. Думаю, там пока похолодание не пришло. Намылилась. Вот показываю, так сказать, в увеличенном виде свой красивый ободок. Ну, гуляла, гуляла. Как я мимо магазина пройду? Снова меня занесло в пятерку. Изабельке понравился вот этот корм. Я взяла еще четыре пачки. Думаю, ну, про запас, так сказать. Про запас. Изабельке очень понравился. Ну, значит, ничего. Цену не знаю. Или 26, или 29 рублей. Так, дальше что? Дальше я купила корм Эдику. Но он у нас такой корм не ест. Он гад такой ворует у Изабельки. Ну, я взяла, думаю, тоже на пробу. Потом, значит, селедка в пряностях мне понравилась. Взяла простую селедку. Ну, и тоже селедку с пряностями. У нее хороший срок годности. Думаю, вдруг захочется вечерочком рыбку. А я такая раз, с холодильника достала и поела. Так, ну, этот лимонад, таблетки пила дорогой. Так, что еще? Еще купила Константину трусы. Боксеры. Они такие, я их уже много раз брала. Они ему нравятся, они комфортные. Думаю, пока цены не выросли, надо забрать с магазина последние. Вот четыре штуки ему боксеров купила. Пусть чай, думаю, лежат. Много, не мало. Ну, они комфортные для носки. Ему такие очень нравятся. И они после стирки, как новые, остаются. Знаете, не деформируется ничего. Ну, он молодой человек. Мало ли где снимет джинсы. Извините меня, девятнадцатый год. Так, и самое главное, вот я когда в каре покупала свои кроссовки, я увидела кроссовки очень легкие, очень легкие. А у меня же Костян в выходной день работает по шестнадцать часов. И вот я ему взяла на работу, потому что они прям невесомые. Знаете, а ноги же устают шестнадцать часов на ногах. В общем, взяла такие кроссовки Костяну, точно такие же Петровичу и еще Роману. В общем, три пары сразу же. Представляете? Ну, да ладно. Но что делать? Хотя недавно перебирала обувь. Так, что у нас уже? Воскресенье. Это я вот, значит, в субботу работала. В воскресенье мы решили заняться делами. Как бы работать по дому грех. Надо отдыхать. Но я включила робота-мойщика окон. Думаю, пусть он не ерзает. Вымоет хотя бы зеркала. Думаю, а с понедельника уже начнем мыть люстры. Захотела, девять вечера пожарила себе три яичка. Такие, знаете, шевелящийся желток. Салатик, чай с лимоном, как всегда. И много лука. В общем, ужин себе собрала. Но вот уже в понедельник я уже начала мыть люстры. Вот показываю, пол люстры вымыла, как она светится. Пол грязный. А вот на эти бра я уже затолкаю Петровича. Потому что я до них не затягиваюсь. У меня стала кружиться голова. Думаю, пусть чай тоже поработает. В общем, вымыли в кухне, вымыли в зале. И все. И потом я отправила Петровича за яйцами. Думаю, скоро Пасха. Яйца подорожают. Говорю, сгоняй-ка, купи ценоль. Крупные яйца. Белые. Ну, красить же надо будет. 50 штук я купила. Потому что, думаю, надо покрасить. Детям угостить тоже своих детей. Думаю, пасочки, яички. Красиво же подарить. В общем, короче говоря, покрасить яйца у меня теперь есть. 50 штук. Ну, съедим до Пасхи, купим еще. Не так страшно, как говорится. Главное, что я купила белые и очень крупные. Так, дальше чем будем заниматься? Дальше у нас поездка. Приехал Юлька, сын. Мы поехали с Настей, он приехал с женой. Мы поехали по магазинам. Мне нужен красивый сервант для посуды. Я нашла красивый сервант на Валборис. Шикарный. С массива дерева. Прям вот, прям красота. И на Озоне. Но они тяжелые. На Озоне нашла тоже для зала красивый сервант. 60 с чем-то килограмм. А Валборис и Озон доставляют только до 33 килограмм. Поэтому заказать я их не смогла. В общем, мы приехали в какой-то мебельный. Походили, посмотрели. Ничего мне не понравилось. Серванты, витрины. Вообще их красивых нет. Все, знаете, вот эта фанера просто. В общем, короче, ни на что глаз не упал. В один магазин съездили. Это мы гуляем здесь. Обеденная зона. Мне вообще ничего не надо. Ну, просто прошли. Потом поехали в другой мебельный. Вот тут рядом красивая церковь очень. В общем, приехали мы уже просто в магазин. Думаю, куплю тогда хоть фарш. Купила фарша. Вот один пакетик на кило 800, по-моему. Второй пакетик у меня был на кило 200. Думаю, котлеток там, то, сё. Короче, чё-нибудь захотелось. Салатику вот 4 упаковочки купила. Взяла чё ещё-то. Курочку, огурцы, горчицу, костяну, чай, дезодорант. Вот так по мелочи. В общем, по мелочи, по мелочи. А чё-то так дорого вышло. Ну, фарш. Мясо вообще дорогое. Чё говорить. Мясо вообще дорогущее. Так, возле нашего торгового центра есть очень хороший шашлычок. Шаурмичное там. Ну, короче, там всё делают. Но там всё на углях мясо. И шаверма очень вкусная. Мясо на углях. Хотите там говядина, хотите свинина, курица, индейка. В общем, с любого. Ну, мы не вытерпели. Заказали домой. Все. Все всем заказали домой. Шавермы, чтобы приехать и, так сказать, горяченько, вкусненько поужинать. Вот Юрка куда-то у меня по делам побежал. А я прям не могу. Шаверма пахла на всю машину. Думала, съем свою. Но удержалась. Но удержалась. Удержалась, не стала. Так сказать. Понюхала и всё. А потом, когда домой приехала, вот как-то, знаете, вот больше захотелось салатиков. Ну, и я ужин начала с салатиков вкусных. Это вот с Юрку жду. Ну, он сейчас прибежит уже и поедем домой. Вот приехала домой и положила себе, купила корейскую капусту. И очень я люблю тертые свеклы с черносливом, с орехами. Просто обожаю. На чёрном хлебе. В общем, вот такой у меня был ужин. Но, конечно, я не вытерпела. Естественно. И потом я съела свою шаверму. Думаю, ну да ладно. Начнём худеть завтра. И так. Господи, каждый раз. В общем, всё. Всем пока.